народ всем большой привет приветствую вас на канале весу млв из штата флориды город форт майерс мы с вами находимся в салоне бывушных машин и ну автомобили с пробегом пробег бывает разным бывает большой бывает маленький как-то из этого салона я вам вообще не совсем обычный ролик потому что я обычно вам говорю что ничего не при не предлагаю ничего не продаю и в принципе услуги некими не занимаюсь но это не значит что я не готов выполнить просьбы которая который как бы понятно что они оплачиваемые но для подписчиков которые готовы или хотят уверены что они хотят приобрести автомобиль и я вам как-то на дну не знаю неделю назад снимал ролик называется он царь горы про дочь рэм и давайте посмотрим в общем первый рэм который отправляется в этом году отправляется в россию для заказчика давайте еще раз посмотрим и расскажу все подробности условия надеюсь михаил не против надеюсь но я спрошу его все равно на всякий случай и покажу потому что я сегодня ездил я покупал еще запчасти по его просьбе сейчас мы с вами отгрузим как раз таки пригодилась мне опция открытие багажника ногой потому что коробочки таскаем все такое в общем сейчас запишу ролик что и самое главное за сколько отправляется в россию так ну что я думаю что многим ну лично мне приятно смотреть а думаю что собственнику приятно смотреть и лишний раз на свою машину которая отправляет тем более они сейчас начистили нам или в общем провели ты о мы сделали и полностью ты о здесь у у дилера это что такое у нас а это просто простите пыль фух я испугался машина вот здесь написано видите что она продана значит что мы делали с автомобилем ну первое автомобиль полностью был обслужен здесь на американской станции весь проверен по всем короче говоря короче говоря правил по всем требованиям дилера это обошлось 590 долларов но мы смогли сторговать честно говоря эту опцию в подарок и в общем она ничего не обошлось в итоге дилер нам виду моей дружбы и покупки машины они нам сделали в общем что это а этого ни во что не обошлось проблема с тем что у нас мы не смогли найти крышку но придется искать либо в москве либо здесь до заказывать а вот это опционно сразу идет вот эти крепления идут то есть принципе вот такие вот эти вот направляющие снимается ставятся другие направляющие ставится сюда крышка дело в том что крышка в москве как мы выяснили стоит порядка сто тридцати пяти тысяч рублей а здесь она стоит примерно от 900 долларов ну мягкая такая вот как тряпочка она стоит порядка пятиста долларов жесткая в районе что-то 900 долларов без монтажа в общем дешевле получается но мы к сожалению не успеваем потому что машина уже послезавтра уезжает завтра воскресенье и все крышки в общем под заказ это к сожалению проблема так мне надо будет замерить я еще посмотрю вот в этот фаркоп посмотрю в общем тут специальную такую вставку которая на три варианта тоже покажу если я успею заснять ролик должен я их приобрести успеть и их тоже поставить значит но про все вот эти вот опции я вам рассказывал то есть это так называемые рамбоксы ребят все здорово и круто но проблема что кунг устанавливается специфический и в общем через очень тяжелые преобразования его можно установить это раз и второй момент очень сложно найти сюда крышку то есть вот это вот она нестандартная борт как я уже говорил он и распахивается и открывается на себя в общем две опции имеет вот такие вот это супер машина полноприводная значит и так кто смотрел ролик тот видел что машина по стоимости обошлась 68 по моему там 67 с чем-то 68 тысяч долларов что-то в этом в этом ключе самое интересное что нам удалось договориться о прямой транзакции прямо вот сюда в дилер то есть к дилеру и соответственно никаких на эту тему перетрубации нет благодаря тому что мы договорились о прямой транзакции мы избежали первое это налога то есть так как автомобиль является отправляется на экспорт и соответственно местный налог за него платить не придется а налогов здесь очень много здесь есть налог на утилизацию аккумулятора налога на утилизацию шин в общем дофигища налогов плюс если автомобиль нельзя проплатить напрямую и дилер не готов принять деньги напрямую что бывает достаточно часто то помимо того что вы заплатите за ну налог у вас еще будут будет оформление которое будет стоить еще порядка 600 долларов установка на номера и страховка которая в принципе на месте как правило не делается она делается на полгода это тоже в районе тоже 600 долларов в общем все это дело стоит поэтому к сожалению если у нас с вами проплата идет не напрямую то вот такие вот затрата такое бывает когда дилер отказа продавать либо совсем новую машину из салона такое бывает что сейчас есть запрет и на экспорт и на продажу юрлицам потому что машине не хватает но я думаю что это исправится то есть это все зависит конечно от дилер надо ну можно договориться но как бы по факту у нас здесь с этим салоном срослась большая дружба ну что дайте посмотрим потому что у нас так открылась машина безключевой доступе с ну а опциях и рассказывал выехал порог и смотрите здесь ковриков как бы 22 варианта они уже есть комплекте то есть они остались еще от того когда машину покупали вот еще даже видите осталась веревочка на которой висела такая так сказать короче табличка вот они тут все в общем на начистили они кожу обработали это хорошо дилер этот молодцы в общем заморочили сделали такой нормальный дитейлинг это коврики которые второй комплект они вот такой я уже показывал у них так вот открывается очень можно снять тряпочку постирать а это резинку можно то есть это коврики дубль 2 и лежат коврики дубль 1 ну естественно внизу еще коврики короче комплекты ковриков здесь в общем даст до задницы и соответственно их их можно использовать отдельно но я показывал тоже опции хармон кордон стоит здесь огромный кран панорамная крыша в общем все все в состоянии сейчас специально прям все вот так вот сниму чтобы и заказчик посмотрел еще раз и все посмотрите состояние нового автомобиля и пробег всего сейчас 8987 миль я его как раз фиксирую для того чтобы человек понимал что вот такое то есть по сути машина сейчас так как она куплена напрямую и она не имеет здесь платежей не стоит на строке они может двигаться не метра никуда то есть она только отсюда сразу грузится на автовоз который придет и все и дальше уже в принципе едет всевозможный транспорт и только от контейнера контейнеру пригонять поэтому я не думаю что пробег вот сильно увеличится так это раз в общем это я вам все показал рассказал теперь давайте самое главное мне нужно положить а я сейчас вам покажу что мы приобрели для нашего клиента что мы еще приобрели давайте сейчас вместе мы с вами и посмотрим да кстати я единственно что еще с вами вместе мы давайте откроем наш капот и посмотрим еще раз а это передние коврики а верни то передние коврики грязевые вот такие фирменные а там еще и задние коврики которые такие которые с тряпочкой вставками так это нужно куда-то выдвигаться что-то не выдвигается она потом я выдвину сейчас в общем это не суть да дело так ну давайте мы с вами теперь я покажу что мы взяли так и раз открывается значит что мы взяли у нас вот здесь я положил чеки то есть я ничего не наценяем и запчастях я сразу говорю я беру как правило 25 процентов сверху от того что я покупаю не важно что вы покупаете за миллион долларов или за 100 долларов сверху 25 процентов фильтр раз это воздушный фильтр и его стоимость что-то в районе короче 15 долларов по моему ну мы часть запчастей взяли у официального дилера вот я вам покажу здесь цены вы можете их посмотреть цены доступны вот общий счет здесь единственно к сожалению не оказалось задних тормозных колодок а передние тормозные колодки вот 200 долларов два набора это самое дорогое что есть все остальное как видите там по 30 долларов по 20 долларов то есть принципе вот он во вслужении американского автомобиля то есть вот себе человек заказал сразу там три фильтра здесь же вот два комплекта это передние колодки к сожалению не было больше мы взяли даже нормальные фирменные эти дворники тоже два комплекта и масляные фильтра то есть вот это все мы отгружаем здесь вот я прям положу все это отгружаем в общем вместе с вместе с автомобилем и поэтому у человека ну как минимум вот на мой взгляд сейчас просил когда-то меняется то есть по сути ну как как минимум мне кажется года наверное на два это хватит а то и года на три зависит то есть эта машина я думаю что вряд ли будет использоваться прямо на каждый день как расходный автомобиль но даже при эксплуатации он все равно это примерно 10 тысяч километров я думаю что 20 тысяч километров то есть ну года на два хватит в принципе если что отправка отправка возможно еще уже мы дорожку сейчас проложили поэтому поедет ну давайте загрузим как ну и вот здесь я поставил коробки мы сейчас сделаем таким вот образом мы сейчас возьмем и все это сложим короче вот сюда попал я надеюсь что проблемы не будете конечно не знаю но так вот там побольше пространство под тем креслом коробки я поставлю наверно сюда да под тем креслом больше пространства я сейчас туда положу мне у меня самый главный дворник который должны доехать власти сохранности они конечно не должны сломаться но здесь видите короче говоря поменьше ящик можно еще докупить за 150 долларов еще такой пластиковый как дополнительный ящик здесь такой storage который ставится под кресло но мы его тоже купить к сожалению не успели а это вот что-то так открытие не знаю чего-то какая-то ручка честно говоря это я не знаю что это ну короче машина едет как как из салона как будто купили прям совсем новую но она ведь в принципе салона да так ну что в общем снимаем как мы все это дело здесь укладывать тут коврик немереное количество и такие такие тут еще вот сторож то есть принципе я не знаю тут еще в пакетиках что тут такое пакетики заглушки ремни я не знаю но состояние у машин нового авто или поэтому и в принципе все как складывали в автосалоне еще когда покупали там так и лежит мне кажется что машина не использовалась слишком уж у нее идеальное состояние так но вот сюда я положу надеюсь михаил этот ролик тоже посмотрит вот сюда я положу ему дворники все дворники готовы и коробки поставлю сюда вот вообще забавной ситуации я вам скажу еще есть такая специфика когда приходишь машина у тебя уже куплено оплачен это принципе вот я пришел ну давайте так я по честному говоря да юра здесь никак и никто я просто человек который помогает организовывать да и при этом в общем они спокойно мне доверяют все эти вопросы то есть найди ключи лази и смотри это конечно ну да опять таки от специфика от специфики города зависит и самого дилера не все конечно так могут себе позволить такие вещи но в принципе вот у меня здесь с контактами все хорошо поэтому они вроде как доверяют мне что я все что делаю все делаю для клиента в общем вот так вот все мы это с вами посмотрели я единственное что открыл капот хочу еще мы с вами глянем под капот на всякий случай заснимем тоже владельцу чтобы он тоже был спокоен что там вот это все что я делаю сейчас все повторно будет дублировать компания отправитель и я расскажу вам про формирование цен ну здесь в общем все начищены нам это все как вы видите блестит все новенькая чистенькая в общем и дилер тут начистил заморочился то есть я вам покажу состояние состояние полностью как будто машину только что вывезли из автосалона ну понятно что 8000 это не пробег в любом раскладе но и как бы дилер сам по себе тут тоже все так они нам или начистили причем придумал что я их об этом не просил то есть это они делают тоже машина все равно будет ехать долго я думаю что не меньше наверное где-то месяцев наверное трех может быть двух вот но при этом видите при этом при этом все все сейчас очень чисто как уж она там доедет и на всех этапах до shipping company то есть компания-отправитель она будет все время отправлять фотоотчет видео отчеты где что как вот и так что вам хочу рассказать про пока буду показывать машину лучше мне кажется это интереснее чем на меня смотреть в общем в общем стоимость машины я вам сказал стоимость машины бывают разные фишка в том о чем я вам рассказывал состоит в том что если вы покупаете класс c а это именно класс c так они по-дурацки простите делают так называемый детейлинг в общем я надеюсь михаил не расстроится просто загонит на нормальную мойку и сделает нормальный детали потому что сейчас я смотрю что они вот намазали в общем это так не делается ничего страшного но но придется просто сделать нормальный детейлинг так и так этот автомобиль растамаживается как c-класс да это проблема для тех у кого нет категории c и и вам придется сделать если вы собираетесь обладать автомобилем но мне кажется да сдать категорию c для управления вот таким транспортом не сложно нужно и в общем это не проблема что еще на него придется установить систему глонасс так как автомобиль везен по правилам эксплуатации автомобиль должен быть оборудованной системы глонасс стоит это на этот автомобиль разово 1300 долларов это все делается уже там делает это та же компания которая организовывает доставку и растаможка и соответственно очистка то есть таможенная пошлина все организации всех вопросов и интересы компании которые ко мне отношения принципе она не имеет вы можете их у кого и желание выбрать собственную компанию но проторенная дорога люди занимаются 13 лет уже автомобилями из америки мы решили не экономить да чуть подороже но решили что лучше понадежней чем искать кого-то подешевле а потом в общем иметь проблемы пока еще я вам не скажу я надеюсь михаил не потом запишет ответ на видео когда он получит этот автомобиль в москве я вообще постараюсь оставить этот ролик и потом домонтировать сюда фрагмент оттуда фрагмент отсюда и вот собственно говоря доставка в общем все вместе с интересами компании что-то в районе пяти там пяти с копейками тысяч это включая глонасс и в общем и все 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 это вот такая вот ну то есть получается если примерно 5000 долларов там что-то в этом районе если я не ошибаюсь потому что взаимоотношения у заказчика и компании отправителя прямые и свои договора и соответственно я честно говоря в эти подробности сильнее вдаюсь я просто как бы предложил несколько опций соответственно они устроили клиента и он сказал что да окей все теперь они сами идут переговоры и таможенная пошлина самый главный момент я вам скажу так что таможенная пошлина на этот автомобиль класса c на новый автомобиль то есть это как раз таки до трех лет будет в районе где-то до двух миллионов рублей то есть и того цена вопроса 69 тысяч долларов плюс 5 тысяч долларов доставка плюс 2 миллиона сверху таможенной пошлины мои интересы сразу говорят и нам дают скидку на этот автомобиль я и передаю клиенту нам дают какие-то вот в подарок допустим то я передаю клиенту мой мой мои интересы оплачиваются отдельно я беру за подбор автомобиля чтобы вы просто по подбирали там 45 моделей 300 долларов сумма невозвратно это если вы просто передумали я езжу смотрю выбираем вместе а вот если вы его решили покупить и автомобиль вам понравилось тогда вам нужно будет доплатить еще примерно полторы тысячи долларов зависимости от автомобиля там от полутора до двух и все то есть дальше я тут с ними торгуюсь и выгадываю лучший ценник дайте коврики в подарок дайте то в подарок то есть это все как бы уже отдельно все что я смогу сторговать это все ваши бонусы я получается отлично не получается но извините как бы но как правило вот цена который вы видите плюс минус там тысячи долларов на какие-то вот такие вещи все расходники плюс 25 процентов и пожалуйста я им вам доставляю идеально как когда у меня есть побольше времени я могу доукомплектовать но так как мы в принципе эту сделку совершили сейчас впервые я об этом говорю прямо то соответственно не знал что надо долго оказывается ждать и заказывать крышку например это просто временной такой момент но в целом я надеюсь очень хочется чтобы машина дошла в целости и сохранности дошла недолго и чтобы ее хозяин новый собственник который уже собственник кстати инвойс выписывается на него был доволен и соответственно пользовался с удовольствием пока не понял я как мне выдвинуть сейчас я прости михаил я саду в твою машину надеюсь ты не против бумажечку положили так что вот так вот все я просто проверил в общем как всегда тут остались пятнышки к сожалению ну так уж они убираются тут все проверяем эти все работают здесь у нас тоже все работает какие-то и фига себе ветер и задувает здесь все работает здесь все хорошо так и все кресла все ну вроде как мне кажется я все подробненько снял вам надеюсь интересно было посмотреть на то были надо как пылью дуванула здесь зараза американская пыль поедет в россию это ужасно надо же прямо сейчас ту и паре у метра ну ладно я здесь по-любому нужен нормальный detailing обработка кожи они начистили таким вот жирным блестящим этим как как не знаю как в 90-х в россии уже давно так никто не делает у меня раньше была автомойка в управлении я знаю как нормально делать detailing вот люблю я заморочиться но здесь к сожалению давать еще вот эту сторону с вами посмотрим и машинку я буду закрывать так михаилу показываю они просили всех ли все ли ключи отдавать я сейчас покажу вам вот значит два ключа это родные ключи такие и два ключа механических вот я так понимаю там бардачок запирать усилий пирать то есть это вот такая вот такая вот это здесь у нас с вами есть мануал а вот в таком мешочки есть в общем все документы все что короче положено машине то и есть здесь еще а а sirius xm это цифровое радио американская но как бы не сильно интересно так ну вот так вот они что-то как-то сильно разложили сидение все ребят ну мне кажется все все всем спасибо большое обращайтесь кому нужен будет подбор автомобиля там кто-то писал что что этим не занимаешься вот иногда занимаюсь но ребят сразу или туси когда вы точно знаете что хотите и точно понимаете просто так пальцем в небо хочу автомобиль и автомобиле старше пяти лет нет не вариант сразу говорю что выгодно выгодно вести автомобиле которых в россии нет ну или ваших странах снг возить еще есть вариант возить темные автомобили о которых нет carfax'a который о которых нет истории я этим не занимаюсь автомобиле только белые Только прозрачный, только с прозрачной историей И желательно, чтобы были до трех лет То есть автомобиль этот растамаживается Что трехгодовалый, что новый практически одинаковый Новый мы, к сожалению, не всегда можем купить Потому что дилеры запрещают А вот когда он там имеет 3, 4, 5, 7 До 10, до 15 тысяч пробега Это, мне кажется, идеальный вариант То есть и чуть-чуть дешевле он выходит И вместе с тем на него пошлина такая же, как на трехгодовалый Вот такие вот фишки Все вам рассказал, показал Подписывайтесь на инстаграм Пока-пока, увидимся, спасибо большое